Эту неделю международного бадминтона с трепетом ждут каждый год. Турнир Russian Open уже давно стал одной из спортивных визитных карточек Владивостока, ведь на эти статусные соревнования съезжаются лучшие бадминтонисты со всего мира. На этот уже 14 по счету турнир приехали представители 18 стран. Здесь и испанцы, и японцы, и канадцы, и многие другие. У каждого свой стиль игры и свои цели на этих соревнованиях. Кто-то здесь, так сказать, разминается перед предстоящим чемпионатом мира, другие же борются за важные рейтинговые очки. Участвую в четвертый раз. Ну, естественно, этот турнир, да, он очень хороший, но в основном сюда ездят для набора рейтинга. То есть тут дается очень много очков, и каждый старается набрать больше рейтинга. Сюда приезжает очень много сильных спортсменов, и тяжело, конечно, играть на таком уровне иногда. Но стараешься пробиться дальше и дальше. Основную борьбу ожидаемо ведут европейцы и азиаты. Однако главного и, возможно, самого опасного соперника Китая здесь нет. Короли этого вида спорта сейчас как раз готовятся к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 30 июля по 5 августа. Но некоторые спортсмены из Поднебесной смогли выкрутиться из положения. «Сам я родился в Гонконге, научился долгое время в Англии и получил там второе гражданство. Представляю эту страну сегодня. Очень нравится этот турнир. В первый день сыграл с русским спортсменом. Он оказался очень тяжелым соперником». Российская сторона как хозяин соревнований никогда не ударяет в грязь лицом. Особенно это касается приморских бадминтонистов, которые известны далеко за пределами страны. В этот раз состав у дальневосточников, как всегда, боевой и знаменитый. Например, свое прошлогоднее золото будет пытаться удерживать Сергей Сирант. Уроженцу Владивостока будет непросто, ведь только недавно он вернулся с выездных соревнований. «У меня особо отпуска и не было, потому что у нас основные турниры – это клубный чемпионат Европы, который был в июне месяце. В июле я играл «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, турнир международный. Там занял третье место. Поэтому у меня нет такого перерыва на сезон, и поэтому играю в основном круглый год». Финал «Рашин Оупен» пройдет 29 июля. Нынешний турнир имеет призовой фонд размером в 75 тысяч долларов. Его поделят победители, а также спортсмены, вошедшие в топ-16. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.